Добрый день! Сегодня соединим модуль ввода-вывода, ссылка на него будет ниже, с контроллером, ну точнее сказать с TV приставкой, TV-боксом, на котором установлено приложение HMI Cascade. TV-боксом подключена сенсорная панель и сделана тестовая программочка, тестовый проект, с помощью которого мы сейчас будем управлять выходами реле и смотреть, что на его входах. Итак, значит имеется 16 кнопок, если мы будем нажимать, то будет загорается соответствующий светодиод на выход. Чем хороший еще кстати этот модуль ввода-вывод, что у него есть индикаторы на все выходы и на все входа. Вот я нажимаю любой из 16, соответственно он загорается здесь и замыкается реле. Значит, модуль ввода-вывода соединен с TV-приставкой через конвертер USB RS-485 по витую парень с модулем ввода-вывода. Естественно, что в данном случае приставка является мастером, модуль ввода-вывода с левом. Если есть необходимость подключать к этой же сети несколько устройств по RS-485, что очень можно сделать просто, подключить соответствующие входа на этот общий один кабель, на эту витую пару. Ну, в данном случае речь идет о том, что для некоторых задач, где не требуется высокое быстродействие со входов, там работа с энкодерами или еще с чем-то, а какие-то сценарии освещения, включения, отопления, то есть, ну, в общем-то, простейшие задачи умного дома, то в данном случае можно создать контроллер, и не просто контроллер, а контроллер сразу же с панелью управления, если такого требуется, потому что есть некоторые задачи, где постоянная панель управления не требуется, ну, например, у вас там включение-выключение по расписанию, какие-то уставки температуры, то есть панель управления нужна только для изменения каких-то уставок. В этом случае можно просто отключить ее от ТВ-бокса, и у вас будет контроллер работать в составе модулей ввода-вывода и самой ТВ-приставки. Если нужно изменить какие-то уставки, можно всегда зайти уже через браузер к этой приставке, и в браузере через установленный в каскаде веб-сервер можно изменить или управлять работой данной системы. Какая особенность данного модуля ввода-вывода? Значит, управление выходами осуществляется через тип переменных через коэлсами, а ввод дискретных сигналов через дискрет-инпут через дискрет-инпут. Ну, давайте сейчас я попробую позамыкать входа. Сейчас мы замыкаем, мне неудобно. Вот, загорается любой соответствующий светодиод, один из 16 при замыкании на питание. Ну, если что хорошо, можно выбрать на ноль мы управляем, либо единицей, то есть питанием, либо нулем. Можно здесь скоммутировать на этом модуле вывода. И мы видим, при замыкании любом, отображается на индикаторе соответствующий, загорает соответствующий индикатор на панели управления. Таким-то образом, здесь мне просто похотелось показать, как можно с помощью универсальных модулей ввода-вывода, работающих по RS-485, протоколу Modbus, RTU и TV-приставки, TV-бокса, можно реализовать по существу контроллер и решать на нем задачи управления. Будь-то умный дом, умная теплица или баня, то любая система автоматизации, не требующая больших скоростей, можно быть реализована по данному принципу. Еще раз напомню, что даже панель управления в этом случае, если она не требуется постоянно, нужно просто отключить, а заходить на TV-бокс через встроенный, через браузер и встроенный в приложение веб-сервер. И вы будете видеть аналогичную картинку из браузера, любого браузера, будь то персональный компьютер, смартфон, айфон. Можете также управлять, контролировать или мониторить какие-то параметры. В данном случае у меня подключен модуль ввода-вывода, но есть такие модули с датчиками температуры и аналоговых сигналов, каких только нет датчиков на Алиэкспрессе. В данном случае мы взяли простейший модуль ввода-вывода, но тем не менее очень функциональный, в смысле по объему 16 входов все-таки, 16 релейных выходов. Это не так мало для начала, но если будет мало, можно их расширять и устанавливать дальше в систему. Вот такая реализация в качестве. Вместо ТВ-бокса можно использовать, кому нравится, и автомагнитолу с установленной каскадой. Это будет аналогичная система. Ну, для более простых и дешевых можно использовать ТВ-боксы. На этом все. Спасибо. А, нет, я же вам хотел показать, как оптимально организовать обмен с данными. Давайте остановлю сейчас я проект. Вот когда одной рукой камера снимается, не могу попасть в кнопочку. Вот. Немножко сам палец смещаю. Вот мы остановили и видим. Для оптимизации взаимодействия, ну, уменьшения передачи пакетов, которые передаются по сети RS-485, мы используем шлюзы. Что это дает? Ну, давайте, допустим, сейчас мы, что я вам покажу. Давайте откроем вот эти все кнопки. В данном случае кнопки могут быть переключатели, любые другие модули, компоненты. Их 16 штук. Чтобы каждый не привязывать, не осуществлять передачу, транзакцию по нажатию этой кнопки, сделано как? Ставится один шлюз. В качестве источника выбирается система. То есть все кнопки привязаны к системному регистру, например, 11. И передаются в приемник DEV1, это наше устройство, через USB 9600 в настройках 8N1. И в адрес, по нулевому адресу. Передаются как coils. И в настройках шлюза стоит количество передаваемых битов, здесь пока фоксировка 16. То есть, таким образом, собственно говоря, в одном пакете из системного регистра данные улетают в модуль вывода в данном случае. И аналогично стоит шлюз на ввод. Только у него, скажем, источником является опять та же система. И что самое важное для данного модуля ввода и вывода, у него функция вторая, то есть, discrete input используется. То есть, если мы зайдем в настройки, так, опять плохо фокусируется. У нас опять же стоит 16 бит, мы считываем. Но мы их бессчитываем с нулевого регистра и кладем эти биты в десятый системный регистр. И, таким образом, все биты, дискретные входа с модуля ввода оказываются в десятом регистре. А уже компоненты, лампочки, привязываются каждый к своему системному регистру и биту. Десятый регистр, бит один и так далее. А кнопки с одиннадцатым регистром, соответствующим битом, от нуля до пятнадцати. То есть, вот таким вот образом, не каждый компонент по отдельности привязывается к устройству. Указываете регистр, бит там, или бит указываете. А вот таким вот образом, с помощью шлюза формируется посылка одна. И за один раз мы считаем там 16 бит. И как на ввод, так и пишем на вывод 16 бит. Вот таким вот образом, сразу просто хочу вам показать на будущее. Что это дает? Во-первых, это ускоряет процесс обмена между приставкой и контроллером, и модулем ввода-выводом. И самое главное, когда у вас значение оказывается в системных регистрах, то есть в контроллерах по существу приставки в системных регистрах, вы можете таким образом и удаленно потом менять или считывать эти значения. Потому что удаленная каскада, допустим, она взаимодействует с системными регистрами локальной каскады. Поэтому, если у вас все данные находятся в системных регистрах, как данные, которые мы пишем, так и читаем, можно легко затем организовать удаленное управление и мониторинг. Вот что дает, помимо этого, использование системных регистров и компонентов шлюз. В данном случае, в шлюзе используются битовые. Вот на этом, пожалуй, все. Если будет интересно, могу дать ссылочку на проект в каскаде. Напишите. Вот теперь на этом все. Спасибо. До свидания.